Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Евросоюз хочет присвоить себе замороженные российские активы. Евросоюз сделал важный юридический шаг навстречу желанию брюссельских чиновников присвоить замороженные ранее европейским банками российские активы. Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в соответствии с которой Россия объявлена спонсором терроризма. За принятие резолюции проголосовало 494 депутата из 596. Российские власти назвали декларативное решение европейских коллег глупым и невлекущим правовых последствий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила российским депутатам в ответ принять резолюцию о признании Европарламента спонсором идиотизма. Отмечу, что пока в нормативных актах Евросоюза понятие государства спонсор терроризма отсутствует, равно как и отсутствуют какие-либо условия, создающие негативные последствия для такого государства. Однако утро вечера мудренее, ничего не мешает брюссельским бюрократам такие нормы вскоре принять. При этом уже сейчас правовые нормы ЕС предусматривают санкции за организацию проведения террористических актов в ЕС, которые, среди прочего, предусматривают возможность конфискации имущества обвиняемых в этом. Стоит отметить, что за последнее время Россию признали спонсором терроризма депутаты Эстонии, Чехии и Польши. Евросоюз может взять на вооружение нормы американского закона о государственной обороне, который дает возможность ввести жесткие политические и экономические санкции в отношении стран, неоднократно оказывавших поддержку актам международного терроризма. Американский закон о государственной обороне предусматривает возможность снятия дипломатической неприкосновенности с представителей власти государства, обвиненного в поддержке терроризма. США ранее официально признала Россию спонсором терроризма. Такой почести стороны американских конгрессменов ранее удостоили всего лишь три страны – это Иран, Куба и КНДР. В начале этой недели издание «Политика Европ» сообщило, что Еврокомиссия изучает правовые механизмы для конфискации замороженных российских государственных активов, а также арестованных частных активов российских граждан для оплаты расходов ЕС на восстановление Украины.